Организаторы турнира с гордостью говорят о нем, как о первом подобном чемпионате в стране. В Одинцово играли ребята 2003 года рождения. Все здоровые и сильные, будущая хоккейная элита своих стран. Именно этим мальчишкам принадлежит идея помочь детям, которые о хоккее могут лишь мечтать. Раисовый комитет каждой команды решали, какой вступительный взнос они отправляли именно в этот благотворительный фонд. Сейчас на данный момент мы уже собрали, вот с помощью родителей, с помощью спонсоров, собрали уже более, подходит сумма уже миллиона рублей. Мы, конечно, не ожидали, что так получится, но очень здорово, родители откликнулись. Спорт и простая человеческая порядочность опять оказались над политикой. Турнир стал международным. В нем приняли участие не только юные россияне, но и хоккеисты из Минска, Харькова и Донбасса. Несмотря на непростую политическую ситуацию, все встречи проходили в товарищеской и дружной атмосфере. В настоящее время у фонда около 60 детей стоит в очереди на оплату лечения. Средства собираются очень медленно. В последние два года сборы у всех фондов падают. И этот турнир для нас очень уникальная возможность дополнительно привлечь средства. Мы надеемся собрать серьезную сумму. Сейчас уже готовы оплачивать из собранных средств трех детей. Речь идет о реабилитации ребят в специальных центрах. В основном благотворительный фонд, участвовавший в организации турнира, помогает детям с тяжелыми нарушениями умственного и физического развития. Это детский церебральный паралич, аномалия конечностей и другие тяжелые заболевания. Существуют дети, которые живут в своих семьях с мамами и с папами, которые нуждаются в деньгах. Существуют дети, которые в детдоме. Если у них нет родителей, никто не может им помочь. Поэтому мы решили это сделать. Чтобы достичь хороших результатов, ребятам зачастую требуется пройти несколько курсов лечения. Одного недостаточно. По словам специалистов, лишь регулярные и повторные курсы закрепляют результат. Несмотря на государственную поддержку, множество детей все еще нуждаются в материальных средствах, которые собирают благотворительные организации. У нас благотворительная лотерея. Лоты предоставили знаменитые хоккеисты Александр Овечкин, Александр Радулов, Павел Датюк. Есть футболки подписанные с их автографами. Футболка ЦСКА с автографами всех игроков. Организаторы турнира пообещали предоставить участникам чемпионата и лотереи подробный отчет об использовании средств. Если повезет, то уже в ближайшие месяцы эти деньги смогут сделать чью-то жизнь немного лучше. Святослав Савенков, Артем Уманосов, телекомпания Одинцова.